Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 31 марта. Память святых мучеников Авды и Вениамина. Святой священномученик Авда жил в царствовании императора Феодосия-младшего и был епископом в Персии. Он разрушил храм огнепоклонников и за это был схвачен и приведен к царю. Царь сперва кротко велел ему восстановить разрушенный храм, но когда он ответил, что сделать этого не может, то послал воинов разрушить все христианские храмы. После сего гонители стали преследовать христиан и, не разбирая возраст, различными способами стали предавать их смерти. Первым из них после разнообразных мучений был усечен мечом священномученик Авда, а спустя 30 дней после сего были казнены смерти и другие святые мученики, и между ними святой диакон Вениамин. Ему мучители воткнули сперва под ногти пальцев на руках и на ногах заостренные спицы, и потом посадили его на кол, отчего он и предал дух свой в руки Господа. Святой мученик Авда скончался в 418 или 421 году, а святой Вениамин спустя три года. Следовательно, в 421 или 424 году оба в городе Сузи, древнейшем персидском городе, бывшем столицей Сузианны и резиденции сперва эламских, а потом персидских царей. Персы почитали верховным богом мифру или солнце. Они поклонялись также огню и строили своим божествам храмы, в которых и поклонялись огню и солнцу. Упоминаемый здесь царь был Издегерт I, царствовавший из 401 по 420 год. Начатое им гонение особенно было сильным при его преемнике Варане V, 420 и 438 года. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.